Вера Никандровна Извекова Полным доверием. Такое воспитание она считала мужским и дорожила достигнутым, особенно потому, что вырастила сына без мужской помощи. Отец Кирилла утонул в Волге, захваченной на лодке бурей. Вера Никандровна понимала, что наступила зрелость. Сыну пошел 19-й год. Он переходил в последний класс технического училища. Она понимала, что зрелость – это перемены. Она ждала перемен, но ее поразило, что Кирилл способен ко лжи и утайкам. Это обнаружилось так. У него заболели глаза. Когда домашнее средство не помогло, пошли в лечебницу. Врач захотел знать, не имел ли больное дело со свинцом, со свинцовой пылью. Кирилл сказал, нет, не имел. Но, подумав, припомнил, что в токарной мастерской технического училища, где он учился, действительно занимались обработкой цинковых деталей. Доктор поглядел на него весьма пристально и спросил, какие же детали вытачивается из цинка, для чего. Собственно, не для чего, с технологическими целями, ответил Кирилл и мельком поглядел на мать. И потому, как он посмотрел на нее и затем сразу отвернулся, Вера Некандровна вдруг поняла, что он солгал. Она испугалась своего открытия. Доктор определил болезнь, как свинцовое отравление. Сердечность отношений между матерью и сыном, конечно, не исчезла. Но едва заметным пятном обозначалась душимые близости, как обозначается конец лета первым желтым листом, еще скрытым от зора яркой зеленью. И Вера Некандровна боялась вмешиваться в его особую жизнь, которая все заметнее начинала складываться в стороне от дома, где именно она еще не могла уловить. Несомненно было, что Кирилл обходил разговоры, способные прояснить ее догадки о новых его интересах или привязанностях, или увлечениях. Кириллу еще не исполнилось 16 лет, когда он передал первую записку ученице гимназии Лизе Мешковой. В записке трепетало его сокровенное чувство. Она была передана Кириллом при расставании из ладони в ладонь. Потом они не встречались очень долго. А когда опять встретились, Лиза отдала записку назад и проговорила с гневом. «Как вы смели, как вы смели написать мне на «ты»? Перепишите все на «вы»». Теперь, спустя два года, они стали настолько взрослыми, что, улыбаясь, вспоминали эту историю, связанную с первыми днями их знакомства. Им вообще казалось, что они все знают друг о друге и давным-давно живут один для другого. Оба они скрывали свои встречи от домашних. Кирилл, потому что находил, что мать не требует отчета в его личных делах. Лиза, потому что боялась отца. Кирилл и Лиза еще зимой условились обязательно побывать в пасхальные каникулы на городских балаганах. И вот наступила весна. Все насыщалось ее теплом, ее ароматом, ее звуками, ее кирпичной тротуарной пылью, закрученной ветром вместе с праздничным ссором. Сквозь мирный покров пыли, простирающейся над площадью, где находились балаганы, перекликаются из разных углов квасники и мороженщики, пирожники и прянишники, прорезывая шум гуляния поверх фуражек, платков, шляп и косынок. Здесь и театр лилипутов, и кабинет женщины-паука, и кабинет женщины-рыбы, балаган с отсечением на глазах публики головы черного корсара, балаган с танцующими баллонками и пуделями, человек-аквариум, орангутан, факир. Все эти чудеса спрятаны в таинственных глубинах, закрикливыми вывесками для завлечения зрителя. Народ роится перед зазывалами, медленно продвигаясь от балагана к балагану. Здание площади кажется затянутыми дымкой, и Кирилл, пробираясь вместе с Лизой в толпе, оглядывается на все четыре стороны и видит за дымкой казармы, махорочную фабрику, тюрьму, университет. Ему же хочется отвлечься от пестроты впечатлений, он выводит Лизу из толчаи, они останавливаются перед торговцем и берут мороженое. Я помню, Лиза, что тут делалось, когда я был маленьким? Пылище носилось такое, что балагана от балагана не увидишь. А круселей было куда больше, чем сейчас. Это университет прижал балаганы в самый угол. Он скоро совсем вытянет отсюда гуляния. Тебе нравится здание университета, да? Угу. И мне тоже. Оно такое свободное. Ты знаешь, Лиза, его корпуса разрастутся, перейдут через трамвайную линию, вытеснят с площади карусели, потом казармы, потом тюрьму. Ну что ты? Тюрьму никогда не вытеснят. А по-моему, да. Смотри, Лиза, как всё движется, всё вперёд и вперёд. Ведь недавно мы с тобой на конке ездили, а теперь привыкли к трамваю и не замечаем, что в пять раз быстрей. Ведь верно? Угу. И, может быть, не успеем оглянуться, как не будет никаких казарм и никаких тюрем. Совсем? Совсем. Нет. Это называется утопией. Я знаю, что это называется утопией. Но я сам слышал, как у нас в городе спорили, что мы не дождёмся университета. А и всё произошло так скоро. Ведь верно? Балаганов будет жалко, если их задушит университет. Лиза, университет ничего не душит. Он будет насаждать свободу. Когда исчезнут балаганы, народ пойдёт в театр. Ну, театр. Театр – это совсем другое. Кирилл, скажи, что это у одного здания тюрьмы на окнах решётки, а у другого какие-то кошели? С кошелями это каторжная тюрьма. Там больше политические. А с решётками это обыкновенный острог. В 905 году я видел, как через решётки махали красными платками. Лиза, у тебя есть знакомые политические? Нет, я очень боялась бы. Боялась? Чего? Ты могла бы говорить с ними, о чём захотела? Ну, всё равно как со мной. Ну, что за сравнение, Кирилл? Я бы ни с кем не могла разговаривать так, как с тобой. Лиза. Отец! Лиза, помни день независимости. Лиза, день независимости. Лиза, Лиза! Лиза бросилась в кусты сирени, густыми зарослями обнимавшая Лею. Кирилл подтянул на плечо сползавшую куртку, которую из весны носил в накидку, и скрылся там, где шумела раздвигаемая Лиза листва. Когда Мешков подошёл к бульвару, Аллея была пуста. Он сразу повернул назад. Как ты думаешь, отец отпустит тебя в Москву на курсы? Кажется, да. Он очень стесняется людей. Он ведь меня сначала и в гимназию не хотел отпускать, а потом совестно стало. Что же Мешковых уже других? А всё-таки он непреклонный. А знаешь что? Если он тебя не отпустит, ты подожди год, я кончу училище, у меня будет профессия, начну работать, и ты уйдёшь ко мне. Уйдёшь? Уйдёшь? Да. Ну что ты, Кирилл? Лиза, по-моему, уже пора открыть нашу тайну. Я тоже об этом думала. Я просто поставлю маму в известность завтра, и всё. Тебе вообще легко. Ты вот и тайну легко держал, а я всё время мучаюсь ею. Ведь это же всё равно, что говорить неправду. Да что ты, Лиза, огромная разница. В первом случае молчишь, а во втором говоришь. А меня всё время совесть мучает. А не выдумка ли это вообще? Совесть? Ты с ума сошёл! Что? Когда человек краснеет, ведь ему же совестно. Нет, я говорю философски. И я говорю философски. Раз кровь бросается в лицо, или ты не можешь спать от раскаяния, значит, что-то существует. Вот это что-то и есть совесть. Ну да, конечно. Ну да, если эта функция... Ну да. По-моему, молчать о правде, это всё равно, что говорить неправду. Скажи, а ты мог бы скрыть от меня правду? Если для какой-нибудь важной цели, наверное, смог бы. А сказать неправду? Почему ты спрашиваешь? Ну ты скажи. Что, солгать? Да. А разве я тебе когда-нибудь лгал? Никогда. И не будешь? Почему ты спрашиваешь, Лиза? Я не понимаю. Да нет, так просто. Кирилл. Что? Скажи, ты с Пётром Петровичем знаком? Какой ты Пётром Петровичем? Рогозин. А, знаком. Как все мы знакомы с соседями по кварталу. Кланяемся. Ты у него бываешь? Зачем мне бывать? Вот и солгал. Нет. Я по лицу вижу. Нет. Ты побледнел. Ну что ты от меня скрываешь? Я же знаю, что ты у него был. Да откуда ты взяла? А ты заходил на наш двор с толпой мальчишек? Ну, помнишь на второй день Пасхи, когда к нам пришёл болгарин с обезьянкой и привёл за собой целую толпу зевак? Помнишь? Ну и что ж, заходил. Посмотрел на обезьянку и ушёл. Если даже хочешь знать, заходил. Больше, чтобы на твои окна поглядеть. А вовсе не за обезьянки. Нужна мне очень обезьянка. Вот и неправда. И ещё больше неправда. Я тебя отлично видела, пока ты стоял позади толпы. Ну, Лиза. А вот ты ни разу не поднял глаза на окно. Ни разу. Лиза. Иначе ты бы меня заметил. Меня позвали дома на минутку. Я отошла от окна. А когда вернулась, тебя уже не было. Куда же ты делся? Да ну надоело смотреть на ломание. Я взял да ушёл. Куда? На улицу, домой. О, я сейчас же побежала посмотреть на улицу. Тебя уже не было. Ты исчез, не уходя со двора. Куда же ты делся? Нет, нет, можно было уйти только во флигель к Рогозину. Ну вот. Ну, Лиза. Лиза. Нет, ну не трогайся. Ну, Лиза. Нет, ну не трогайся. Лиза, ну переоставь. Лиза, ну не надо. Ну, при чём тут Рогозин? Нет. Всё-таки я убедилась, что ты можешь скрыть от меня правду. Ну, я же говорю, бывает правда, которую не надо говорить. Как? Разве может быть две правды? Которую надо и которую не надо говорить. Ты помнишь, что говорит Толстой? Ну, вот Толстой, Толстой, Лиза. Я с ним расхожусь во взглядах. Он считает, что в человеке надо насаждать хорошее, а я считаю, что надо бороться с плохим. А это одно и то же. Нет, 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 нет. Важно в каком порядке. А у тебя висит портрет Толстого? Прежде висел. А теперь я его к маме перевесил. А вон, кстати, мама идёт. Лиза, она тебе подтвердит. Сейчас я тебя представлю. Ой, нет, Кирилл, не надо. Ну, пожалуйста, не надо, Кирилл. Лиза, Лиза, ну как тебе? Лиза. Оглянувшись, Лиза увидела Веру Никандровну, появившуюся с толпой с балагана. Вера Никандровна была не одна. С ней шла девочка, дочь крючника, которая Вера Никандровна в свободные часы обучала грамоте. Мама! Мама! Да. Вот. Вот Лиза Мешкова. Познакомьтесь, Лиза. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте. Вера Никандровна смотрела на Лизу тем всевидящим, безжалостным и стремительным взглядом, каким только глядят матери, осматривая девушку, которая может всё пошатнуть и перепутать в судьбе сына. Лиза вспыхнула, похорошела от смущения. Но она не длилась и минуты, потому что немедленно завязанный разговор стушевал мысли, волновавшие всех, кроме Анночки. Присутствие её оказалось очень к месту, отвлекая на себя общее внимание. Аночка, понравилось тебе на балаганах? Она даже закричала, когда разбойнику отрубили голову. Да. Ей было очень страшно. Я раскаиваюсь, что повела её в этот ужасный балаган. Но она так просила, нельзя было устоять. Нет, нет, не раскаивайтесь, мне не было страшно. Ну вот, ну вот, ей-богу, мне ни капельки не было страшно. Ну, конечно, Анночка, нечего бояться. Ты ведь знаешь, что всё это нарочно. Нет, это не нарочно, это по-правдушному. Да ничего не по-правдушному. Ну, что ж ты думаешь, что Корсару на самом деле голову рубили? И кровь-то не настоящая льётся, а из клюквы. Нет, не из клюквы. А из чего же? Из крови. Ну, ну ты совсем маленькая. Нет, я не маленькая. Там и большие были, и все поверили, потому что правда. Там и артисты были, которые к нам вчера приезжали, и им понравилось. Да-да, Витухин сидел в первом ряду. И знаешь, Кирилл очень аплодировал. Я уж удивлялась. Неужели ему может понравиться? Мама, Цветухин. Цветухин. Из балагана вышли Цветухин и Пастухов. Цветухин держит под руку Пастухова, отряхивающего свой белый костюм. Александр Пастухов, уже известный драматург, приехал в конце зимы текущего 1910 года на родину в Саратов получать наследство после смерти отца. Зажился в городе и сдружился с актером городского театра Егором Павловичем Цветухиным. Оттесненные кучей зевак, Цветухин с Пастуховым остановились перед Извековым. Кирилл, случайно познакомившись незадолго перед тем с Цветухиным, снял фуражку. Моя мама, позвольте представить. Извекова. Очень приятно. Лиза Мешкова, но вас я не представляю, вы всем известны. Мешкова? Это что же, дочь того Мешкова, Меркуладдейча? Да. Александрова, дочь того Мешкова. А, очень приятно. А мы сейчас ходили на сцену смотреть эшафот. Чудовищная машина, скажу вам. Перемазали с клюками, места живого не осталось. Просто ужас, что такое. Ну, вот видишь, Анночка, я же тебе говорил, что никакой крови нет, а есть клюква. Никакой клюквы, молодой человек. Самая настоящая пиратская кровь, пролитая настоящим палачом его величества. Ты, девочка, права. Это только называют клюквой кровь, чтобы не было чересчур страшно. Егор, ты смотри, лицо. Сирена? Женщина-рыба. А мы видели женщину-рыбу. Ну, да. А ты хочешь сделать с рыбой? Вы противоречите себе. Если кровь настоящая, то и сирена настоящая. А как же можно Анночку превратить в сирену? Вы полагаете? Конечно. Всем же известно, что эти фокусы основаны на игре зеркал. Да? Да. Советую вам, молодой человек, оставить этот всё разъедающий скепсис. Излишний рационализм, говоря научно, вот что и такое. А я верю в то, что показывают с подмостков. И верю, что женщин можно превращать и в рыб, и во что угодно. Вот вы, Лиза, хотите стать женщиной-рыбой? Нет. По темпераменту нет. Нет. Я просто вспомнила, что в нашем классе одну подругу прозвали Красихой за её флегматичный темперамент. А я совсем не флегма. Правда, Кирилл? И если уж превращаться, то во что-нибудь другое? В паука хотите? Вам правда понравилась пантомима? Очень. Очень. Я в восторге от Корсара. Особенно, когда он перед тем, как войти на эшафот, отказался просить о помиловании, как он сыграл. Чудо. А вы в каком балагане представляете? Я представляю в самом большом балагане. Вот подрастёшь, приходи смотреть. А вы разбойник? Ну, ужасный разбойник. Его все боятся. Не надо, Александр. Ага, я не боюсь. Да? А вы, Лиза, любите театр? Очень. Да, будете в театре, заходите ко мне. Прямо за кулисы. Ну, Анночка, нам пора. До свидания. До свидания. Кирилл, ты... Вы с нами? Лиза. Да. Нам же по дороге. Да, нам по дороге. Да. Да, нам тоже пора. Мы решили с Егором Павловичем обойти все балаганы. И они разошлись в разные стороны. Пройдя несколько шагов, Цветухин обернулся назад. В толпе уже не видно было ни Извековых, ни Лизы. Отцу Лизы, Меркурия Авдеевичу, принадлежала лавка москотельных товаров на Верхнем базаре и два участка недалеко от Волги. Тут стоял двухэтажный дом, обитель семьи Меркурия Авдеевича. Затем два флигеля, один из которых был отдан в наймы актеру на выходные роли, другу Цветухина Мефодию. Другой слесарю железнодорожного депо, Петру Петровичу Рогозину. Еще в октябре 1905 года, во время еврейского погрома, Петр Рогозин был взят полицией на улице с группой боевой дружины, стрелявшей по громилам. Продержав Рогозина год в тюрьме, его отправили за участие в уличных беспорядках на три года в ссылку. В тот день, когда он уходил с этапом, умер от скарлатины его двухлетний сын. Но он об этом узнал не скоро. Жена Рогозина, маленькая женщина Ксения Афанасьевна и Александра, беленькая, с приподнятыми бровками и точеным носиком, провожая мужа в ссылку, не сказала ему, что ребенок умер. Но стоя на вокзале, думала только об одном – устоять, удержаться на ногах, не рухнуть на землю. Нашлись добрые души, которые помогли ей в ее горе. Но в горе-то ее и узнали. И слава о ней не лежала в нарушении поговорки, а потихоньку катилась из уст в уста и дошла, наверное, до умных людей. Уже на третью зиму, как Ксения Афанасьевна жила бобылихой, к ней заявился старик, рабочий из железнодорожного депо, друг ее мужа. Начав с дальнего разговора, он привел к тому, что есть у него дело, требующее верного человека. На другой день Ксении Афанасьевне привезли на салазках две кадушки, спустили в погреб, установив на березовые поленца, как полагается для зимних соленей. Ближе к весне, как-то в сумерке, к ней подошел на улицу ученик технического училища и спросил, когда к ней удобнее заглянуть. Ему поручили передать пакетик. Что за пакетик, он будто толком не знал, просили занести, потому что он недалеко живет. Ксения Афанасьевна успела только заметить, что у техника пресекался голос, и он все откашливался, точно подбодряясь. Поздно вечером он принес что-то вроде почтовой посылки. Расстегнувшись и сняв фуражку, он туго протирал мокрый лоб скомканным платочком и молчал. Пакетик-то, видно, нелегок, что вы так умаялись. Если вам тяжело будет убрать, я помогу. Ведь больше пуду, верно? Не знаю. Просили только сказать, что вам известно, куда надо пакетик этот поместить. Давно этим занимаетесь? Чем? Да вот, гимнастикой. Гимнастикой? Гимнастику я люблю с детства. С детства разносите таинственные посылки. А что ж тут таинственного? Мне поручили, я вас знаю, принес, передал, и все. Скажите, правда, что ваш муж к будущей зиме вернется? Ага, должен вернуться осенью срок. До свидания. На этом кончилось первое знакомство Ксении Афанасьевны с Кириллом. Он доставил ей еще такой же пакет, и потом она не видала его несколько месяцев. Когда Рогозин возвратился из ссылки, всеми мелочами жизни, похожей на общепринятую, Ксения Афанасьевна прикрывала ту вторую жизнь, которую урывками от одного удобного случая к другому начал вести Петр Петрович. В эту вторую жизнь скоро получил доступ Кирилл Извеков. Мечтательные ожидания, приведшие его сюда, превратились в задачи, и самой важной из всех задач стала необходимость от всего мира утаивать скрытую вторую жизнь. Труднее всего было таиться от Лизы, и, вспоминая разговор с нею на балаганах, он был поражен, что Лиза напала на след его общения с Рогозиным. Но понемногу успокоился, увидев в этом первый шаг к будущему, когда все сольется для них в одно целое, и Лиза непременно придет к тому, к чему пришел он. Выполняя задания подпольной революционной организации, Кирилл все чаще и чаще виделся с Рогозиным. Вскоре после посещения им балаганов он получил важное задание. В праздник Красной Горки народ шел гулять за город. Рассаживались по рощицам, овражкам, на пригорочках, полянках, с детьми и родней, с товарищами, вокруг самоваров, котелков, сковородок. Варили галушки, жарили баранину, дымки костров заливали склоны окрестных гор, ветер носил запахи лиственной гари, притушного водой угля, подгорелого сала. Пили казенное вино, голосили песни, играли на гармошках, гитарах, балалайках. Рогозины отправились на гуляние рано утром. Ксения Афанасьевна несла самовар, Петр Петрович – корзину с посудой. По пути соединились со знакомым семейством, нагруженным провизией. Место для лагеря выбрал Петр Петрович. Он сказал, отсель грозить мы будем шведу, и уселся на краю самого крутого обрыва, свесив ноги во враг. Во все стороны отсюда видна была раскачиваемая ветром чаще зелёного молодняка. Принесли воды, раздули самовар, всей компанией начали чистить картошку для похлёбки. Значит, сколько же, Петрович, ты всего-то отсидел? Счёт нетрудный. Год во строге, как один день, да три года в ссылке, как тридедёчка. Дёшево отделался. В пятом году, говорят, только за оружие три года полагался. Браунинг у меня не обнаружили. Я его успел в подворотню бросить, когда нас полиция оцепила. А громил много было? Ой, такая оравушка счесть нельзя. Я ведь тогда у ворот стояла с нашими квартирантами. Стоим, иконы вот так вот перед собой держим, ну, чтоб наш дом за еврейской не приняли. И Петя тоже всё время со мной рядом. А как боевая дружина двинулась, нагромил, я и смотрю туда-сюда, да где ж мой Петя? А он уж в цепи, с дружиной. Сколько лет с ним жила, знать не знала, что у него Браунинг есть. Скрывал? Да она у меня тогда была не смышлёнышем. Да, а как поносишь узелки во строг, так небось станешь смышлёнышем. Вернулся я из ссылки домой. Говорю, я теперь Ксана Поднадзорный. Ну, что ж, отвечает, значит, и я такая. Я ей, я ведь теперь член партии, а она мне говорит. Я хорошо не знаю, что это такое, но раз говорит у меня... Раз, говорю, у меня муж в партии, значит, и я партийная. По мужу партийная. Услышав условленный свист, Рогозин откликнулся. Между раздвинутой листвы показалось лицо Кирилла. Здорово. Здорово, Петрович. Принёс? Принёс. Легко нашёл-то? По самовару. Самоваров-то много. Твой со свистом. Ну, знакомьтесь, знакомьтесь с молодым человеком. Любите да жалуйте. А мы уж старые знакомые. Ты, Кирилл Николаевич, не бойся, тут все свои. Я не боюсь. О, ты храбрый, известно. Марья Петровна. Извеков Кирилл. Иван Фёдорович. Кирилл Извеков. Будем знаком. Похлёбку есть будешь, кавалер? Буду. Вот тебе ножик, чись картошку. А вы, супруги милые, растарайтесь, как ключевой водицы для самовара. Вон там, под обрывом родничоку в Буираке. Да знаем, знаем. Иван Фёдорович, ты осмотрись. В кустах не отдыхает ли кто? Ладно. Случай чего, свистну. Чего ты? Кирилл, Кирилл, да что ты? Да кто ж так чистит-то? Ты словно карандаш точишь. В ссылку-то попадёшь, тебя засмеют. А зачем мне в ссылку попадать? Зачем? Да. Картошку чистить учиться. О, смотри. Смотри, как у меня получается. Одна ленточка с целой картошкой. Ловко. Ага, а тоненькая, тоненькая какая кожурка-то. Ловко, ловко. На свет всё видно, смотри. Смотри, через неё, видать, как Санна водочки наливает. Ага, верно, верно. Да вот и чистит. Хорошо. Хорошо здесь всё-таки на Приволе. А, а девять лет назад здесь была пустыня. В праздник древонасаждения мы пришли сюда всей школой и сажали, ну, вот такие крошечные прутики, чахлые, сухие. В городе не верили, что они примутся. А над тем, что лес будет, смеялись. Чудно, что уже девять лет прошло, и не верится, что это те самые прутики. Как ты думаешь, Петрович, а что будет ещё через девять лет? Ты знаешь, что будет через девять лет? Знаю. Ну что? Мне стукнет сорок четыре года. Брось, брось, подожди. Это и я знаю. Нет, нет, ты мне скажи. Хорошо будет. Хорошо? Ну, а что хорошего? Революция будет. А, видишь ты, какой хитрый. Если я скажу, не будет, ты сейчас в кусты. Да. Я выбрал дорогу и не сверну никуда. Всё равно, сколько мне придётся идти, девять лет или двадцать девять. Ну-ка, дай-ка руку. Ну, чего ты? Ну, Петрович, ну ты же сильней. Ну, я... Ну, брось, больно же. Ну, Пет... Брось, больно же. Что ты? Время. Время, дорогой мой, большое дело. Вот когда больно один день, одно. А больно сто дней, другое. Народ терпит. Ему не всё равно, девять лет или двадцать девять. Ну, давай. Давай, что ты там принёс? А, сейчас. Кирилл вытянул из брючного кармана свёрток листков тонкой розовой афишной бумаги. Это были прокламации. Рокозин и Кирилл стали складывать листовки, пачками по десять штук и прятать в корзину под полотенце. Раз, два, три, четыре, пять. Петрович, я тут на днях познакомился с Светухиным, знаешь? Слышал. Шесть, семь, восемь. А он ты куда махнул? Я не махал, просто случай. Ты не сердись. Я не сержусь. С ним ещё был Пастухов, драматург такой известный. Так-так. Это интересно. Какой у них образ мысли? Ты говорил? Говорил немного об искусстве. Собственно, о балаганах. Мы на балаганах встретились. Ну? Ну, они слабо отдают себе отчёт, на каких научных основах построены иллюзии. Ну, там женщина-паук и прочие фокусы. Некоторые путаницы я заменил. Что ж, не образованный? Нет, я думаю, к вопросам физики равнодушны. Вот интересно бы дать им... Что? Прокламацию. Ты что? Что? Ты дал им прокламацию? Да нет, ну что ты, Петрович, это мне сейчас в голову пришло. Нет. Может, они и порядочные люди, я не знаю. Но только какой интерес может толкать их к нам? Любопытство. Рабочий к революции приходит как к себе на квартиру, больше деваться некуда. А у них есть возможность подумать. Вот мне интересно было, как они отнеслись бы. Ага, вон он, мой самовар-то. На крае врага вышел высокий худой старик в чёрной праздничной паре. Это был рабочий железнодорожного депо товарищ Рогозина. Он неспеша подошёл, поздоровался, приподняв поношенный картузик. Хорошее местечко выбрал для чайпития, Пётр Петрович. Милости просим. Благодарим, откушали. На свежем воздухе весело пьётся. Садись. Посидели. Ну, постой, постой, коль ноги держат. Ноги привыкшие. Сорок лет в цеху стоят, шестьдесят землю меряют. А тут с каждым годом зеленей становится. Лес наступает. Да вот, вот молодёжь старалась. Садила да поливала. Так, раньше чай старики для молодых садили. Теперь что же, обратно получается? Есть молодые, которые не только о себе думают. Так, заодно с нами садить желают. Заодно. Так, а чего это мы с ними молодыми садить будем, Пётр Петрович, а? Какие такие сады малиновые? Ну-ка, Кирилл, дай-ка корзинку. Рогозин вынул из-под полотенца пачку листовок, подал их старику. Тот аккуратно запихал листки за коленище рыжего сапога и также аккуратно поправил брюки. Не маловато будет? Да как бы на одну ногу не захромал. Ну, на вот, чтоб тебя за пьяного не сошли. Осторожно, Петрович. Прошли. Ну, спасибо за хлеб, за соль. Бог напитал, никто не видал. Будем, значит, знакомы. А как нас величать, про то он Пётр Петрович скажет. Верно? Верно. Поговорить-то есть о чём-то? Ну, разговор сам с собой найдётся. Ну, подсаживайся. Садись и ты, Кирилл. Нет, Петрович, я пойду. Как пойдёшь? А похлёвка? Я обещал матери к обеду, ну, так чтоб незаметно. А, ну, верно. Ну, ступай, ступай, пожалуйста. Только умной иди. Смотри, не притащи за собою хвост. Тут по горкам прогуливается парень, штаны в заправку. Это ряженый, смотри. Ничего. До свидания. До свидания, товарищ дорогой. До свидания. Товарищ. Кирилл бросился в чащу, распахивая перед собой спутанную цепку и порсель, и слыша повторяющееся шумящее слово «товарищ», «товарищ». Это его Кирилла Извекова впервые назвали таким словом «товарищ». И он сам впервые назвал таким словом «товарищ» старика из тех людей, с какими ему предстояло жить в будущем. Через несколько дней в городском театре давали премьеру пьесу Максима Горького «На дне». Лиза и Кирилл впервые вместе пошли в театр. Выйдя в фойе после спектакля, среди толпы, которая не хотела расходиться, Лиза возбужденно говорила Кириллу. «Я сто раз видела людей из нашей ночлежки. Почему же я не знала, что они такие? Я их ни капельки не жалела, они даже отталкивали меня. А здесь все тряпки на них кажутся завидными. Правда?» «Значит, тебе понравился цветок?» «Но ведь и ты согласен, что его барон самый несчастный из них из всех, и его больше всех жалко. А самое главное, что их всех жалко». «Нет, нет, Лиза. Главное, что они вызывают в тебе возмущение». «Да, они вызывают в тебе возмущение против всего. Именно потому, что их жалко. Оборона больше всех. Вот видишь, все время вызывают Цветухина». «Вызывают, потому что он любимец? Это вечно у публики. Может, ему хлопают за то, что он понравился в прошлом году?» «Нет, за барона». «Или за то, что он по улице в накидке ходит». «Но ведь ты же слышишь все кричат барона. Он всех растрогал, и все увидели, что галахи несчастны, как и прочие люди». «Ну, Лиза, я себе все несколько иначе представляю». «Лиза снова вошла в зал». «Цветухин! Цветухин, браво!» «Она захлопала в ладоши, нарочно поднося руки ближе к Кириллу». «Почти в то же мгновение кто-то взял Лизу за локоть, точно сдерживая ее пыл. Она обернулась. Это был пастухов». «Правильно, правильно. Цветухин очень хорош». «Ну вот. А я никак не могу убедить Кирилла, что Цветухин сделал открытие своим бароном». «Это автор. Автор сделал открытие. Увидел в жизни то, что скрыто». «Мне, конечно, очень приятно слышать такое мнение. Я ведь тоже автор. Но хороший актер делит заслуги с драматургом». «Ну, не всякий драматург видит в жизни то, что скрыто. Для этого мало быть даже поэтом. Для этого надо быть революционером». «Что вы так смотрите?» «Я смотрю, какой вы серьезный человек». «Почему вы находитесь?» «Ну, хотя бы потому, что вы сердито разговариваете. А я очень доброжевателен к вам». «Благодарю вас». «Пожалуйста». «Видите ли, я думаю...» «Давайте-ка присядем и будем говорить просто». «Вы мне действительно очень нравились. Правда, я значительно старше вас. Но душевная жизнь юности мне очень близка. «Вы ведь сейчас в такой паре, когда ко всему относишься с недоверием. Особенно к тому, что исходит от старшего. Каждое слово старшего кажется каким-то церковным наставлением и обижает». «Ну, не всякое слово. И не всякого старшего. Если бы это было так, мы не могли бы учиться». «Я помню, в ваши годы я был неприветливым, хмурым, не мог разговаривать. Мне казалось, что меня никто не поймет, что все враждебны моим вкусом, ненавидят мои убеждения». «Вы все время говорите о себе, но хотите сказать, что я такой же, как были вы. А я не такой». «Да, Кирилл совсем не такой». «Я вовсе не считаю, что все почему-то должны ненавидеть мои убеждения». «А какие ваши убеждения? Вот вы и потеряли дар речи». «Ничуть не потерял. Я только не понимаю, что, собственно, вас интересует». «Меня интересует молодежь. Мне хочется знать, ждет ли она что-нибудь большое или просто так упражняется с гантелями, читает «Воспитание воли», «Жюля Пейо». «Ну, ходит в липки с барышнями». «Я, по крайней мере, жил так. И когда пришел в 905-й год, я решительно не знал, что мне делать. Идти ли гулять с барышней, бить ли кого гантелями по голове. То есть я очень хотел пойти на баррикады, но не знал к ним дороги. Неужели и с вами так же будет? Со мной лично? Да, друг мой, лично с вами. Нет, со мной будет иначе. То есть вы будете знать дорогу на баррикады? А я уже теперь знаю. Ну, поздравляю. Завидная уверенность и очень красивая дорога на баррикады, дорога на эшафот. Вы хотите сказать старую истину, что история повторяется? Еще неизвестно. Неизвестно, кто пойдет на эшафот. Батюшки мои, батюшки мои. Пойдем, Лиза, нам пора. Нет, 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 постойте, постойте, постойте. Пойдем поздравим Егора Павловича. Ему это будет приятно. Пойдемте. Пойдемте. Я лично не пойду. Ну, оставьте глубокомыслие, друг мой. Радуйтесь хорошему спектаклю. И все. Когда они пришли за сцену к Цветухину, Егор Павлович принял гостей с неудержимым радушием. Он раскрыл объятия, словно не сомневая, что в них должен упасть каждый. Ну, Егор, принимай делегацию от публики. Поздравляем, поздравляем. Ну, просто прекрасно. Просто прекрасно. Удивительно. Правда? А, да, да. Ну, просто прекрасно. Ну, спасибо. Ну, спасибо. А вам? Вам понравилось? Вообще да. Вообще да. А в частности, что же не понравилось? Вы не понравились. Кирилл, что ты... Минуточку, минуточку. Я? Но почему же? Вы сыграли слащава и всех разжалобили. А я читал. У автора совсем не так. Интересно, интересно. Что же вы вычитали? В пьесе все эти оборванцы вызывающие и смелые. А у вас они... У вас они просто жалкие пьяницы. Пойдем, Лиза. Друг Цветухина, актер Мефодий, дрожа от негодования, вмешался в разговор. Немного ли вы на себя берете, милостивый государь? Да знаете ли вы, что в этом спектакле будет говорить весь город? Я ничего не говорю о спектакле. Что в нем столица узнают. Что это общественные события. Оставь, Мефодий. Как... Каждый волен выражать свои убеждения. Как же он смеет осуждать актеров? Я никого не... Господа, господа. Я беру публику под защиту от актеров. Я сумею защитить себя сам, если мне только дадут возможность говорить. О, непреклонная гордыня. Эх вы, молодой человек. Да он просто спорщик. Мне так стыдно. Я прошу вас, простите меня. Простите нас. Лиза побежала вон из комнаты. И что-то стали кричать вслед. Пастухов, Цветухин. Потом она расслышала настигающий стук шагов. Но не обернулась ни разу. А слепо неслась полутемными коридорами, лестницами. Пока не увидела над собой угольно-темное небо. Придя домой, она наскоро разделась. Легла. И с головой укрывшись, заплакала. Все пропало, сказала она в подушку. Я думала, что свободна и ошиблась. Кирилл будет мучить меня всю жизнь. Ужасный, ужасный человек. Ей показалось, что в доме ходят. Какие-то шорохи раздались в передней. Что-то упало. Я брежу, я несчастна, прошептала она. И, плотнее заткнув ухо одеялом, уснула. Но Лиза не бредила. В доме Мешковых действительно происходило что-то неладное. Началось с того, что кухарка Мешковых Глаша трепеща доложила о приходе какого-то чина, который требовал Меркурий Авдеевича. Кое-как облачившись, Мешков спустился на кухню и в дергающемся свете лампового фитиля увидел пуговицы из серебро погонов великорослого черного человека. Пришелец назвал себя жандармским родмистром, заявил, что прибыл для производства обыска на квартире Рогозина, приглашает Мешкова как домохозяина понятым, просит, не задерживаясь одеться, и следовать вместе с ним во флигель. Спустившись во двор, в темноте, Меркурий Авдеевич не сразу различил соединенные с ночью тени жандармов. Они виднелись по стенам, и он не мог сосчитать их, потому что они перемешались то потрои, то парами, пока не столпились с кучей на крыльце флигеля. Мешков слышал тонкий перезвон шпор, звяканье наконечников на аксельбантах, свистящее сопение носов. Было тихо. Кухарку Глашу протолкнули вперед к дверям флигеля Рогозиных, и она постучала. Это ты, Петя? Это я, Глаша. Ты что? Значит, это принесли нам, а это вам, и просили отнести вам. Что? Ну, это... Телеграмма. Телеграмма. Сейчас, я только оденусь. Ну-ка, Пащенко, налегли. Жандармы сразу повалили через Сеню в комнату и зачиркали спичками. Начался обыск. Где Пётр Рогозин? На работе. Давно ушёл? Ага, с утра. Не сказал, когда ждать? Нет. Вы ему жена? Да. Ваше благородие, наборная касса. Понятой? Понятой? Понятой. Скорее, скорее, прошу поторопиться. Что же это такое? Видите? Видите, господин Мешков? Наборная касса. Типографский шрифт. Видите? Видите, свежие. Недавно работали. Вы. Сбирайтесь. Вы мне? Да, да. Два жандарма вытаскивают в Сене тяжёлую крышку погреба. Ротмистр заглядывает в люк. Недурные вещицы обретаются на вашем дворе. Наверху наборный цех, внизу печатный. Взгляните, взгляните. Жандармы, раступившись, открывают дорогу Меркурию Авдеевичу. И он нащупывает дрожащей ногой лесенку в погреб. Что же это выходит, что я жизнь свою делал для Петра Рогозина? Господи, господи, позор-то пойдёт ведь на мою голову. Теперь по улице не пройти. В доме у Мешкова притон обнаружен. Пристанище зла, нечестивцев. А много ли проку от такого Петра Рогозина? Девять рублей в месяц. Разве это деньги? Ну, брать бы хоть 12 рублей или хотя бы 11. Поселился бы какой-нибудь письмоводитель, какая-нибудь вдова на пенсии, а то 9 рублей. Разве порядочный человек снимает квартиру за 9 рублей? Опозорили Мешкова, очернили, ославили. Господи, господи. Меркурий Авдеевич делает томительные усилия, чтобы очнуться. И в ужасе убеждается, что не спит. Лесенка трясётся под ним, когда он вылезает из погреба. Светает. Быстро по бабе собралась Ксения Афанасьевна в свой последний путь в тюрьму. Вот она стоит в пальто, в платке, с маленьким узелком под рукой. Надо идти. Медленно поправила Ксана волосы под платком. Чуть задержалась, словно вдохнула воздух, поклонилась Мешкову. И ушла быстрой, лёгкой походкой. Мешков приблизился к ротмистру. Испачкались, Ваш Баграде. Многие места испачкали. Может, позвольте почистить ей щёточкой? Пожалуй, пожалуй. Как же это у вас, батенька? Невозможно поверить. Неприятно. Удар. Теперь пойдёт. Что делать? Что делать? Ваш Баграде, может быть, чайку откушаете? Самоварчик? Какое, какое. Теперь не до того. Теперь надо писать полковнику немедленно рапорт. Дело особо важное. По такому делу крепость. Господи, за чьи грехи? Ну-с, пойду составлять донесение. Жалко. Жалко, не взяли Рогозина. Наверное, утёк. Как вы о нём думаете, а? Не могу знать, не вызывал подозрений. Вот только что не пил. Это в нём необыкновенно. А в остальном мужчина аккуратный. Так ведь он же поднадзорный. Да-да, я слыхал, но я полагал, что человек исправляется. Исправляется? Не слыхал. Не слыхал, чтобы такие стёртые калачи, этакие стрельные воробьи, исправлялись. Ну-с, готово? Нет, вот ещё на обшлажочки. Вот сейчас всё чисто. Ну-с, чтобы в этом деле ни-ни. Понимаете? Ну, как не понимать? Сидорчук, опечататься в квартиру. Слышь раздуровать. Ротмистер ушёл. В дверях появилась тревоженная Валерия Ивановна, жена Мешкова. Господи, Господи, пальто-то, пальто-то надень. Холодно. Пришла беда, Валюша. Владычица небесная, да что же они, воры, что ли? Эх, кабы, воры. Неужели убили кого? Может, убили, кто их знает. А что, фальшивые деньги печатают, я сам видел. А-а-а, Ксению-то увели. Да ведь она тяжёлая. А, в тюрьме всё равно какая. Выходите, будем опечатывать квартиру. Господи. Быстро, быстро. В ту же ночь жандармы пришли с обыском на квартиру из Вековых. Когда Кирилл вернулся из театра, они сами открыли ему дверь и сразу окружили его. Они вывернули ему карманы, ощупали его до пят, они посадили его на стул посредине комнаты, они стали рыться в его постели, в его белье, они взялись за книги. И когда перелистывали пухлую и зачитанную механику, выпали и мягко скользнули на пол, разлетевшись, семь маленьких розовых листовок. Старик-жандарм с олихватскими баками неспеша подобрал бумажки с пола и произнёс. Откуда у вас сие молодой человек? Нашёл. Не помните, в каком месте? На улице. На какой такой улице? Далеко. От какого места далеко? Недалеко от технического училища. И далеко, и недалеко. Понимаю. Что же, они так вот все вместе и лежали? Не лежали, а валялись. Вы их подняли? Поднял. Прямо с земли подняли? Ну, конечно, с земли. Что же, они такие вот чистенькие, аккуратненькие, без единого пятнышка. Так вот на земле и валялись. Эх вы, птенчик дорогой, как же это вы не подумали, что будете говорить, а? А я вообще могу вам не отвечать. Не обязан. А вот этому вас кто-то научил, что можете не отвечать. Так-с. Что это, молодой человек? Вы в революцию играете, а над кроватью офицера повесили. Этот офицер не чита вам, господин жандарм. Он принес России славу. Это Прожевальской. Я бы советовал вам о вашей матушке подумать, если на себя рукой макнули. Кирилл, почему ты не объяснишься? Ведь всё это ужасное недоразумение. Прощайтесь, мы отправляемся. Как? Вы хотите его увезти? Вы хотите его отнять у меня? Но я мать. И в том, как же можно, ничего не разобраться? Значит, вы не желаете прощаться, взять. Двое жандармов подошли к Кириллу. Тогда Вера Никандровна, скрикнув, бросилась к нему с протянутыми руками. Жандармы оторвали Кирилла от матери и увели. Кирилл! Кирилл, мальчик! Как я не понимала. Как я не понимала, что он от меня скрывал. Неужели это правда? А его нет. Его больше нет. Вера Никандровна сидела на постели, окружённой разбросанными предметами, которые когда-то принадлежали Кириллу. И вот она не знает, много ли, мало ли прошло времени с тех пор, как она обнимала его жарко-горящую голову. За окнами медленно, неотступно, встаёт рассвет. Вере Никандровне показалось, как будто кто-то крадётся по соседней комнате. Она обернулась, в дверях стояла Анночка. Ты что? Я ничего. А вы с кем-нибудь разговаривали? Разговаривала? Нет, я не разговаривала. А она тогда просто так. Я думала, с кем-нибудь вы разговаривали. А как ты сюда попала? У вас отперта. Дверь отперта? Да, вот так вот. Настя ж. Я вошла и слышу, вы с кем-то тут тихонько разговариваете. Вон, забыла запереть, значит. Вон она как. Зачем это у вас лампа горит? Лампа, да, да. Всё солдаты разорили. Какие солдаты? Которые его забрали. А откуда ты знаешь? Кто тебе сказал? Кто? Маме сказали. Кто сказал что? Да у нас там дяденька один. Сказал маме, что видел, как недалеко от училища ученика солдаты забрали и повели. Мама спросила его, какого? Он говорит, а чёрт его знает, какого? Форменной фуражки. Мама говорит, может, это сын учительницы? Это она про вас. Он опять чертыхнулся и говорит, а может, и сын. Я тоже про вас подумала. Боже мой, уже все знают. Неужели все знают? Нет, никто не знает, кроме тебя с мамой, правда? И ты, девочка, никому не говори. Нельзя говорить, понимаешь? Нельзя. Он скоро вернётся. Это случайность. Его отпустят, и он вернётся, понимаешь? Конечно вернётся, он же хороший. Он очень, очень хороший. Слушай, девочка, ты помнишь Лизу Мешкову? Вот я пойду к ней. Я пойду к ней, а ты... А я пока здесь всё приберу, всё подмету. Вы ступайте, ступайте, а я здесь буду хозяйничать. Я ведь всё умею. Всё, всё как есть. Ступайте. Девочка моя, родная девочка. И набросив платок, Вероника Андровна почти выбежала за дверь. Квартал, отделявший училище от Мешковского дома, она миновала так скоро, будто перешла из одной комнаты в другую. Мешковы оказали Вере Никандровне приём обходительно чинный. Пожалуйста, прям к самовару. Только уж вы не обессудьте. У нас к утру ничего не приготовлено. Кабы знать. А то, как говорится, пустой чай. Да уж, если наша молодёжь свела знакомство на стороне от родителей, то уж нам с наших детей примера не брать. Нам таиться нечего. Разве они таятся? Я с вашей Лизой знакома. Ну, значит, она не такая секретная особа, как ваш сын. Вот я и думаю, что приличнее будет тайное их знакомство сделать явным. Правда, наша Лизонька никогда ничего от нас не скрывает. Так уж, с самых малых лет приучена. Я вас с Лизой ещё не видела после окончания гимназии. Да. Вы что же решили, на курсы? Она прежде ожидает моего решения на этот счёт, как и во всяком крупном деле. Конечно. Такие важные вещи без родителей не решаются. Именно родителям такие решения и принадлежат. Как вам вчера понравилось в театре, Лиза? Очень. Кто больше из артистов? Цветухин. А, знаменитость. А Кириллу он понравился? Ах, как ты раскашлялась. Уж это, наверное, театры. Там всегда сквозняки. Да, театр. Чего только не выделывает театр. Представляют таких персон, которые ютятся по ночлежкам. Ваш сынок, вероятно, согласных с вами мнений придерживается. Интересно, как он вам отозвался о вчерашнем представлении? Он не мог мне ничего сказать о вчерашнем. А ещё не беседовали с ним? Нет. Мне хотелось бы поговорить с Лизой наедине. Это зачем же? Лиза, я подразумевал, что вы пожелали свидеться для того, чтобы устранить всевозможные секреты. А вы что же получается? На стороне тайного поведения молодых людей? Хорошо. Я хотела вам сообщить, Лиза, что вчера произошло одно ужасное недоразумение с Кириллом. Его ночью почему-то он ночью арестован. Я хотела просить вас. Вы ведь хорошо знакомы с Цветухиным. Вот если бы вы обратились к нему не одна, а может быть вместе со мной. Я уверена, что если вы его попросите, чтобы он похлопотал, он такой влиятельный. И потом, и тогда очень все станет очевидным, потому что вы ведь знаете Кирилла. И тогда выяснится, что Кирилл... А потом у Цветухина его дружба с Пастуховым, который тоже очень авторитетен. Я уверена, что... Лиза начала медленно опускаться, как будто ей нужно было что-то поднять с пола. Голова ее мягко клонилась и вдруг бессильно легла на стол. Валерия Ивановна бросилась к дочери. Мешков с мгновенной решимостью взял Лизу под мышки и понес ее в комнату. Затем он прикрыл дверь Лизиной комнаты и внушительно выпрямился перед Верой Никандровной. Разрешите заявить вам, сударня, что моя дочь никаких отношений с вашим сыном не имела и не могла иметь. И посягать на нее я не позволю. Вы уж лично изволите пожинать то, что вы посеяли. Мы вам не помощники. Честь имею. Вот вам, как говорится, Бог, а вот... Не поднимая головы, Вера Никандровна вышла. Мешков следовал за ней. Он хотел проводить ее до калитки, чтобы убедиться, что она действительно покинула его крепостные стены. По делу Рогозина допросы производились уже второй месяц. Через руки жандармского подполковника Полотенцева прошло немало людей и следствие обрастало подробностями, как днище корабля ракушками. Был вызван в жандармское управление и Меркурий Авдеевич Мешков. Итак, что вам известно о вашем квартиранте Рогозине после того, как он скрылся? А как же мне, может быть, о нем что-нибудь известно, если он скрылся? А это я буду вас спрашивать, а вы мне отвечать. Кто ходил к Рогозину? Кого вы видели у него? Не знаю. А кто ходил к жене Рогозина? Не знаю. Где бывала жена Рогозина? Куда она ходила? Не знаю. Так ли я вас должен понимать, что вы не желаете помочь законному следствию по делу о государственном преступнике, которому вы отдавали в наймы отдельный флигель с надворной службой, где была устроена тайная типография? Дозвольте, ваше высокоблагородие, я с радостью готов помочь законному следствию, но как быть, если это не в моих силах? Что вы говорите, не в ваших силах? Ну, расскажите, что вы знаете о других ваших квартирантах. О каких других? У меня ведь только этот самый актер. Да-да, вот об этом актере. Как его, этого актера? Мефодий. Ой, вы извините, меня как-то вылетело из головы, как это в Мефодии по фамилии. Мефодий. Ничего, потом припомните. Расскажите, что вы знаете про общение этого актера с Рогозином? Нет, я хотел сказать... Что вы хотели сказать про общение Рогозина с актером, фамилию которого вы запамятовали? Нет, не про Рогозина, не про Рогозина. Да-да-да, я с этим Рогозиным совсем заговорился. День и ночи напролёт. Рогозин, Рогозин, не про Рогозин. А про общение его с кем, вы хотите сказать? То есть про Мефодия. Да-да, вот именно. С кем начнут? У него есть старинный приятель по семинарии, тоже актер Цветухин. Цветухин? Любовника, герой Цветухин? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы записывать? Нет-нет, записывать потом, записывать успеем. Только слегка, карандашиком. Так вы говорите, Цветухин, который бывал у своего приятеля Мефодия, где и встречался с Рогозиным. Так я понимаю. Нет-нет, я не могу говорить того, чего не знаю. К Мефодию заходил его приятель, актер Цветухин. И один раз на Пасху я видел у него пастухого, сына покойного Владимира Александровича. Значит, у Мефодии собирались. Собирались. На кого вы показываете? Нет-нет, я не совсем так говорю, ваше высокоблагородие. Мой квартиран пригласил меня на Пасху, ну, как бы для поздравлений с праздником. И при этом я встретил у него пастухого с Цветухиным. Значит, собирались ваши квартиранты. Да, подумаешь, прикинешь, в какую беду вовлекли вы себя, Меркурий Авдеевич, расселив на своем владении подозрительных лиц. Должен вам сознаться, что самым огорчительным бывает, когда неожиданно видишь, что ошибся в свидетеле. Когда свидетель по делу в действительности оказывается соучастником в деле. Тас! Что? Вы извините, я задержал вас. Вижу, вы страшно устали. Вы свободны. Вы свободны. Ощущая знобку и дрожь в ногах, Мешков доплелся по коридорам до стеклянного тамбура передней и взялся за ручку двери. Но в этот момент услышал за собой зычный окрик жандармского унтера. Обвиняемый Мешков! Какой же я обвиняемый? Я же свидетель. Подполковник приказали вернуться. Мешков пошел назад, держась поближе к стенам. Полотенце встал из-за стола ему навстречу. У меня возник некоторый второстепенный вопрос. Ведь ваша дочь, насколько мне известно, состоит в большой дружбе с молодым человеком по фамилии Кирилл Извеков. Не ошибаюсь? Нет? Так я хотел узнать, что молодой человек этот не бывал у вас в доме? Ведь молодой этот друг вашей дочери тоже обвиняется в государственном преступлении. Так что непременно прошу вас припомнить, бывал он в вашем доме или нет, чтобы уж окончательно разъяснить и насчет него, и насчет вашей уважаемой дочки. А теперь будьте здоровы. Эх, ведь вы как измучились. По улице Мешков передвигал ноги, как только что приведенный в сознание пьяный. Внезапно Меркурий Авдеевич остановился. Впервые за весь день утешительная мысль возникла в его уме. Пусть будет умышленное сокрытие. Пусть. Но Лизавету я не выдам, Лизавету я спасу. С некоторых пор в доме Мешковых выплыло имя Виктор Семенович Шубников. Городу известны были две вывески золотом по черному полю Шубников. Одна на магазине, против верхнего базара, другая на большой лавке, в рядах базара, в самой его гуще. И там и тут торговали красным товаром. Дело вела вдова Шубникова, Дарья Антоновна. Помогал ей ее племянник. Витенька. Двадцатилетний человек, любивший хорошо одеться, Виктор Семенович успел приобрести известность среди молодых людей, не утомлявших себя большими трудами. Он так и не закончил образование, хотя он несколько раз брался за науки, переходя из одной гимназии в другую, справляя при этих случаях новое мундирование из отличного сукна собственного магазина и сменив, наконец, коллекции форменных фуражек на модную кепку велосипедиста. Так случилось, что знойным августовским днем после обедни Шубниковы прибыли к Мешковым откушать воскресного пирога. В гостиной нарядная Дарья Антоновна вела разговор. Должна вам сказать правду, ежели бы не Витенька, мне вдове одной с делом не справиться. Он в магазине за кассой посидит и в лавке на базаре поторгует. Балую я его, это правда. Один он у меня, в преемнике прочь. Я так рассуждаю, умру на работать. Справедливо. А пока пускай порадуется жизни. И на бильярдах поиграет, и на велосипедах покатается. Молодость. Да, я натура спортивная. На вашем брелке, кажется, что-то написано? Да, это на память. Посмотрите, пожалуйста. Виктору Семеновичу Шубникову с уважением друзья. Жми, Витюша, жми. Это по какому-нибудь поводу? Воспоминания об одной гонке, прошедшей зимой на лошадях. Значит, это приз? Ну, как бы приз. От товарищей. Моя лошадь пришла первой. А что обозначает жми, Витюша, жми? Ну, так себе. Любительское изречение. И давно вы гонщик? Я не гонщик. Я любитель. Страстный любитель. Витенька и лошадьми правит. И на коньках может всё-всё. Да что ж теперь о коньках? Теперь превосходно по волнам. На яхте. Вот. Да. Уж я вас так пожалела, Меркурий Авдеевич. Но ночи напролёт уснуть не могла. Богобоязненный, уважаемый человек. Дочка в доме на выданье. Какой, думаю, страх? Вы, собственно, имеете в виду... Да я про вашего подпольщика-то. Моего подпольщика? У меня никаких подпольщиков не бывало. И не могло быть. Да ну, которого в вашем доме-то изловили. Мой дом Господь миловал от людей, которых надо мной изловлять. Господь с вами. А за соседей я разве ответчик? Да что это вы, Меркурий Авдеевич? Да кто это из вас хочет ответчик-то сделать? Я просто говорю, какая вам неприятность? Да почему же неприятность, если меня это не касается? Да ну уж по одному тому неприятно, что говорят. Да как бы вы один, а то ведь у вас дочка. Ах уж и не говорить, страсть-то какая. Да вам-то, как доброй знакомой моей, а ныне всей моей незапятнанной семьи, вам-то, Дарья Антоновна, не вторить бы. Следовало тому, что говорят, а пресечь разносящих сплетню. Разрешите, разрешите, я скажу, как было. Тетушка очень возмутилась, когда узнала, что у вас во дворе обнаружили революционное подполье, и сразу же пожелала пресечь, и говорит, замолчи. Да. Если, говорит, не знаешь, нечего языком болтать, потому что я ей об этом рассказывал. Да, да, я и сейчас про это заговорила, чтобы только из ваших уст опровержение услышать, смерку дядь. А что же, а я только сообщаю то, что есть. Ну, вот и хорошо. Вот все и разъяснилось. И при чем же, может быть, тут Лиза, если, извините, вас в чем и можно подозревать, ну, это что, было вроде какое-нибудь общение, там вы были замешаны с молодежью, ну, и тогда и всякого, и меня можно заподозревать. Не хочу кривить душой, называлась, называлась золотое имечко, только совсем, совсем при особенном случае. Ой, Лизонька, не худо ли тебе? Может быть, мама, ты уже пригласишь к столу? Приглашай, Валерия Ивановна, приглашай. Прошу к столу. Говорят, вы такие кулинарки, Валерия Ивановна, фироги у вас лучшие в горе. И все чинно удалились в столовую. Вскоре в гостиную вбежала Лиза, за ней быстро шел Мешков. Почему шла? Это что-то вроде смотрины, папа. А как бы смотрины, что тут худого? Я просто спросила. Не просто спросила, с форсом спросила. Не тебе форсить? Видишь, какая по городу молва пошла. О чем Шубникова вы спрашивали? Ты думаешь, мы одни знаем, что ты с кавалером гуляла, который за решетку посажен? Баба! Спасать тебя надо, пока не поздно спасать. Поняла? Поняла. Начинаю понимать. С отцом разучилась разговаривать? Образованной стала? Куда и завело образование-то? В жандармском управлении меня спрашивают. Расскажите, чем ваша дочь интересуется? Что? Я отвечу. бунтовщиками интересуется. Вы с матерью как кроты ничего не смыслите, а вас придут ночью, схватят. Что тогда? С Извековым по театрам ходила и, пожалуйста, разбираться не станут. Спасать, спасать тебе надо, пока не поздно. Поняла? И Шубникову вы прочите в спасители. Я за тебя подумаю, кому быть спасителем. Ты думаешь, такой случай, как Шубниковым повторится напрасно? Ты бы послушала, что о Дарье Антоновне в банке говорили. Кредит у нее такой, какого я и во сне-то не увижу. А наследник один. Ты мне дочь. Я тебе плохому человеку не отдам. Я о твоем счастье денно и нощно. Не дослушав отца, Лиза, резко повернувшись, выбежала из комнаты. Мысль искать влиятельной поддержки в хлопотах о сыне. Не оставляла Веру Некандровну никогда. Но едва эта мысль зародилась в утро после ареста Кирилла, как Вера Некандровна увидела, что жила в совершенном одиночестве. Некуда было идти, некого просить. Она ухватилась замелькнувшую надежду найти помощь у Цветухина или Пастухова. Вместе с Лизой они пошли к Цветухину в гостиницу, где он жил. Цветухин принял их очень любезно, но посоветовал обратиться за помощью к Пастухову. Вера Некандровна тут же пошла к Пастухову. Тот только что вернулся домой из жандармского управления, куда его вызывал подполковник полотенца все по тому же Рогозинскому делу. Пастухов открыл дверь, впустил Веру Некандровну. Простите, вы не узнаете меня? Нет, не вспоминаю. Я мать Кирилла из Векова. Помните, он познакомил меня с вами на Пасху, на Балаганах. Простите, а что, собственно, вас ко мне привело? Но Кирилла вы знаете. Кирилла? Да. Ученик технического училища. Такой невысокой, смуглый, с такими усиками. Кирилл. С усиками? Я не осмелилась бы обратиться к вам, если бы меня не направил ваш большой друг Цветухин. Я сейчас прямо от него. Он меня очень обнадежил насчет вас. Но вы, значит, не припоминаете Кирилла. Ну, может быть, вы кратко объясните? Конечно, конечно. Я очень прошу вас выслушать меня. Дело в том, что мой сын арестован посовершенно. Одним словом, у него нашлись какие-то листовки. И я хлопочу, чтобы мальчика взять на поруки. Но одних моих хлопот, разумеется, недостаточно. И вот, если бы вы захотели, то есть, сочли возможным для себя как человек настолько известный... Минуточку, минуточку. Значит, эта идея принадлежит Цветухину насчет меня? Да. Да, и он сказал, что тоже охотно поможет. Но что вы, и он безусловно прав, вы гораздо авторитетнее. Ха-ха-ха! Артист, артист, черт его подери! Вы, вы меня извините. Видите ли, я, конечно, помню вашего сына. Да? Спасибо. Я была убеждена, что... Минуточку, минуточку. Я его помню, но из этого ничего не вытекает. Я только знаю, что он мальчик. Да. Но какой мальчик? Может быть, испорченный? Нет, 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 нет. Вы извините, и не в том дело. Я не могу быть полезным вашему сыну по той простой причине, что сам. Да, да, сам привлекаюсь по политическому делу. И, возможно, по тому же обвинению, что и ваш сын. Ну, это еще пока артисту Цветухину неизвестно. И вас я прошу об этом забыть. Вот мы с вами тут разговариваем. А, может быть, за нами уже и подглядывает. Простите меня, пожалуйста. До свидания. До свидания. Простите. Если вас обвиняют в том же, в чем и Кирилла, может, вы мне скажете, в чем состоит это несчастное дело? Мне одной, как матери. Если ваш сын так же ничего не знает о деле, как я, то я вас поздравляю. Простите. Поздравляю. А с чем же, собственно, я ее поздравю? Ха! Испорченный мальчик. Этот испорченный мальчик мечтает переделать мир. Счет времени Кирилл начал с того момента, как перед ним открылась неприметная калитка в зеленых воротах Острога. Происходила смена караула. Было 4 часа утра. Он начал счет времени вот с этих 4 часов и вел его сперва числом ночей и дней отдельно, потом числом полных суток, потом числом недель. На 71-й день заключения наконец состоялся допрос. Допрашивал Кирилла, все тот же жандармский подполковник, полотенца. Ну-с, вот, юноша из веков, ваше дело разъясняется. Матушка ваша хлопочет у прокурора о смягчении для вас мерой пресечения по состоянию здоровья. Вид у вас действительно болезненный. Вы знаете, что значит мера пресечения? Нет. Ох, вот каких вы вещей не знаете. А вы намерились чуть не царство потрясти. Ну что ж, посмотрим. Если медицински подтвердится, что вы больны, вы прежде болели чем-нибудь? Нет. А матушка ваша утверждает, что вы страдали золотухой? Может быть, в детстве? Ох, в детстве. Но это не так далеко. Не так далеко, говорю я. Глазами будто вы страдали, утверждает ваша матушка. Верно? Глаза как-то болели. От цинкового отравления, кажется. Да? Это неправильный диагноз. Ох, неправильный диагноз. Однако вы лечились и помогло. Значит, не такая уж роковая врачебная ошибка. К тому же вы сами толковали доктора об обработке цинковых деталей, что ли. В истории болезни что-то в этом духе записано. Не припомните ли, что это за детали? Не типографский ли шрифт случайно? Что ж тут общего? Так ведь я технически неграмотный, а вы техник. Вам и карты в руки. Потому и спрашиваю, о каких это деталях говорили вы доктору? Не помню. Это было давно. Еще в детстве, да? Угу. Еще когда вы играли с товарищами в игрушки? Да. Был у вас такой приятель в классе? Рудербах. Да. Не скажете ли, в какие игрушки вы с ним играли? Кирилл молчал. Его отделял от полотенцева узкий стол с казенными письменными украшениями дешевенького мрамора. Из бронзового стакана выглядывали остроточенные карандаши. Кирилл вынул карандаш в разноцветной оправе. Давно он не ощущал в пальцах прелесть этой повседневной простой вещи. Хорошо. Я сам скажу за вас, чем занимались вы с вашим товарищем Рудербахом. Вы ходили с ним в типографию, принадлежащую его отцу, и он втихомолку обучал вас набор. Нам все известно. Рудербах Арестовым все рассказал. Запираться не имеет смысла. Зачем вам понадобилось учиться набор? В классе как-то решили выпустить ученические рефераты. Сначала думали на гектографе, а потом Рудербах говорит, что если мы сами наберем, то можно напечатать типографский. Но идея с рефератами не состоялась. А что состоялась? А состоялось вот что. Да? Узнаете? Это, которое я нашел на улице? Мы поговорим особо, где вы их нашли. А пока вашим признанием устанавливается, что вы учились наборному делу в типографии Рудербах. Я не учился. На основании фактов и вашего признания устанавливается, что, занимаясь набором, вы по неопытности заразили глаза цинковой пылью. Я этого не говорил. Остается ответить на вопрос. Как случилось, что вы заболели больше года спустя после обучения набору? Очевидно, вы имели дело со шрифтом где-то помимо типографии Рудербах. Это, безусловно, выясняется ниже следующим образом. Сравнить этот страничный оттиск набора с этой листовкой. Я не эксперт. И вообще все это меня не касается. Ах, вы не эксперт. Согласен. А вашей экспертизы не требуются. Специалистами установлено, что эти прокламации напечатаны с того же набора, с какого сделан оттиск. А оттиск сделан. Оттиск сделан с набора подпольной типографии Рогозина. Воспользовавшись моментом, когда полотенце отворачивается, Кирилл быстро отламывает графит, прячет его в карман, затем роняет карандаш на пол и, наклонившись, поднимает его и ставит в стакан. Ответьте. Ответьте, по каким оригиналам набирали вы прокламации у Рогозина? Я не понимаю ваших вопросов. Я никогда не набирал и набирать не умею. А кто такой Рогозин? Не знаю. Полотенцев медленно тянется через стол и вынимает из стакана карандаш, который вертел в пальцах Кирилл. Сломался карандашик. Да, извините, я его ранил. Положите руку на стол. Левую. Вы левой рукой подняли карандаш. Ты отломил кончик графита. Ты спрятал его в карман. Подать его сюда. Не то я велю спустить тебя в шкуру, мальчишка. Встать! Встать! Выбирать карманы! Живо! Ты задумал дать о себе знать на волю? Задумал нас перехитрить? Тюрьму не перехитришь! Тюрьма не таких! Обламывала молокососов! Нашелся титан! От горшка два вершка! Мало тебя видно драли! Так здесь обкатают! Запоешь! Затанцуешь! Оборвав крик, полотенце всел в кресло и закурил папирос. Вот что, Извяков, вам дадут бумагу, и вы изложите письменно ваши показания о Рогозине и об участии вместе с ним в подпольной организации. Чистосердечное сознание облегчит вашу участь. Я не знаю никакого Рогозина и никакой организации. Стоп! Стоп! В дверях появился бравый ротмистер. У молодого человека распух язык! Надо полечить! В карцер! Приподняв шашку, жандармский ротмистер показал ею на дверь и вышел вслед за Кириллом. Вскоре Полотенцеву сообщили, что подследственная Ксения Афанасьевна Рогозина умирает в тюремной больнице после родов. Полотенцев тотчас направился к ней. Он был ревнив к делам службы. В Рогозинском деле его постигла незадача. Он не мог упустить случай лишний раз допросить жену Рогозина да еще в такую минуту перед смертью. А Ксении Афанасьевне можно было сказать, что она пока жива. Полотенцев, войдя к ней в палату, подумал, что приехал уже поздно. Вы узнаете меня? Вы узнаете меня? Как вы себя чувствуете? Ничего. Но все-таки ваше положение довольно опасно. А у вас теперь сын. Вы обязаны подумать о нем? Кто позаботится без вас о ребенке? Только отец. Но он даже не узнает, что у него есть сын. От кого он может узнать? Нет, нет, лежите спокойно. Вы ведь понимаете меня? Я вижу. Вы понимаете, о чем я говорю. Ваш муж не поблагодарит вас, если ребенок погибнет. Скажите, кто может передать Рогозину, что у него родился сын? Говорите. Иначе будет поздно. Кто может сказать Рогозину, что у него есть сын? Говорите же. Вам надо замучить мужа, как меня. Вы не в своем уме. Вам говорят о ребенке. Первый вы потеряли, хотите потерять другого. Сына, вы тоже замучите. Еще раз. Назовите, кому передать, что у вас родился сын. Какое у вас будет завещательное желание? Я ухожу. Пусть. Пусть назовут Петром. Второго Петра Петровича желаете отказать нам в наследство? Второго Петра Петровича не будет. Будет обыкновенный тюремный Иван. Черт знает, какой-то совершенно бесчувственный народ. И Полотенцев в гневе покинул палату. Ночью Ксения Афанасьевна умерла. Вера Некандровна Извекова, отчаявшись найти влиятельную поддержку, подала прошение на имя прокурора с просьбой отпустить Кирилла на поруки. После долгих дней ожидания ей наконец позволили прийти за ответом. Лиза решила непременно ее сопровождать. В тесной приемной прокурора палаты их встретил чиновник прокуратуры Азнобишин. Он отозвал Веру Некандровну в сторону. Госпожа Извекова. Ну что? Ну как? Его превосходительство господин прокурор палаты наложил на вашем прошении и резолюцию отказать ввиду отсутствия основания для смягчения меры пресечения. Совсем? Окончательно? Ваш сын здоров. Окончательно. То есть что окончательно? Содержание под стражей остается в силе до конца судебного следствия и приговор по делу. Как же теперь быть? Вы можете просить об освобождении под залог. Да? А скажите как это сделать? Будьте добры. Ну прошением на имя его превосходительства. Я понимаю но ведь это деньги. Денежный залог да. Вот мне надо знать сколько надо денег. Несколько сот рублей или может быть тысяч. Ну я могу сказать только на основании прецедентов ничего не предопределяя. Несколько тысяч. В практике редко более десяти. А где же меня взять? У меня нет. Вы извините но это вопрос настолько личный касающийся собственно только вас что я. Благодарю. Язнобишин кивнув головой Верине Кандровне вышел из приемной. Что-нибудь случилось? Нет нет наоборот наоборот мне сказали что он здоров слава богу. А как же просьба? его не отпустят? Кирилла нет. Нет то есть его отпустят. Его непременно отпустят, но не так не на поруке понимаешь а под залог. Вот надо написать прошение и главное подумать откуда взять денег. Ну давайте подумаем. У меня есть хорошие вещи часть можно продать часть отнести в ломбард есть обручальный коль Боже мой что я говорю ведь надо много много тысяч откуда их взять Боже мой Боже мой Боже мой Ну не волнуйтесь давайте спокойно подумаем Милая мая о чем же тут думать это под силу только богатому человеку вот такому как твой отец может еще богаче вот если бы твой отец иначе относился к нашему бедному Кирюше если бы он ничего не имел против вашего брака он помог бы правда ведь не враг же он тебе правда наверное вы меня простите верни кандровна я вам не говорила но он мне готовит будущее на свой лад замуж да позволь ведь он муж известно что вы с Кириллом любите друг друг как же он может принуждать а он всегда принуждает самого себя и других всех одинаково кто это за человек есть такой шубников богач да тот самый богач тот самый он совсем без ума от меня ты что подумала говори говори что ты сейчас подумала но отвечай может быть я неверно поняла тебя молчишь значит верно вот что милая 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 неумная великодушная девочка если на одну секунду ты могла допустить что в мою больную голову тоже забрела такая отчаянная мысль которая пришла тебе клянусь этого не было если если ты выйдешь замуж потому что верит отец это будет ужасно это будет страшно и безрассудно но если другое если ты выйдешь замуж чтобы спасти кирилла потому что ты это сейчас подумал если ты это сделаешь ради этого несуществимого несчастного залога это будет бессовестно и бесстыдно я таких денег нет таких денег я от тебя не возьму нельзя Бог с тобой глупышка Лиза сидела опустив голову они долго не шевелились потом встали и медленно вышли из приемной прокурора палаты Лиза хотела найти своему чувству имя и ей приходило в голову одно слово безвозвратность все было безвозвратно сказав однажды будь что будет она словно отреклась от прошлого и видела себя новой другой Лизой и Лиза вышла замуж за Шубникова попечитель учебного округа приказал перевести учительницу Извекову Веру Никандровну в другое училище на край города в солдатскую слободку новое жилище Извековой флегелек в два оконца обреталось в протяженном ряду домишек на огромной площади пустыре рядом с которой проходила железная дорога с тех пор как взяли Кирилла Вера Никандровна постоянно ждала какого-то внезапного страшного или радостного прихода который должен был положить конец изнурительной тоске и принести полную перемену в судьбе ожидание было режущим воспаленным оно подрывало силы и терпеть его становилось все труднее стук в окно ночью в маленьком все еще чужом затерянном на пустыре флегельке испугал Веру Никандровну она укуталась в шаль и подошла к двери кто это из веково учительница здесь проживает а кто это да вы не сомневайтесь не обижу а что вам надо присулечку передать насчет одного дельца а вы скажите от кого писулечка и что за дельца это нам неизвестно но коли вы самая из векова то может быть дельца касается до сынка вашего неизвестно а проходите где письмо давайте так значит вы самая из вековой будете ну а как вы думаете пустила бы я вас если была кем еще нет я к тому что может с вами проживает кто нет нет я одна значит вера не кандровна да уж не шутите ли вы шутить нам не с руки для убежденности спрашиваю да да вера не кандровна мать кирилла из векова если вы ищете мать кирилла из векова от него у вас письмо ну давайте же давайте от кого писуля сами прочитаете а мы ее сейчас раз-два и достанем из сумочки старик медленно стягивает с ноги сапог засовывает в него руку и начинает что-то доставать из носка как вы долго копаетесь не иначе так подальше положишь поближе возьмешь пишет вам друг вашего сына я правда старше кирилла но зовет он меня товарищем я его так же пишу для того чтобы вас утешить в вашем беспокойстве за него потому что дело для него закончилось гораздо легче чем могли ожидать вам может быть уже известно что кирилл получил ссылку на три года в ланецкую губернию места не очень тяжелые хоть и северные так и не один он там будет там есть народ вполне порядочный помогут и в смысле довольствия в отношении квартиры образованные люди в науке он не отстанет пойдет вперед верни Будьте здоровы, а это писание, как прочитаете, уничтожьте без следа. Срок пройдёт, и не заметите, как сынок станет вам опорой. Не жалейте, что он наложил на плечи ваше испытание, а ему испытание пойдёт на пользу, он крепенький, замахнулся на большую жизнь и тоже никогда не пожалеет, потому замахнулся по силам. Он молодой по годам, а иному старшему годится в пример. От кого это письмо? Не обозначено. Ах, вам нельзя говорить, но вы знаете, кто вас послал, правда? Ну, что послал, что послал. Многие есть, ступай, вдаваться ведь не будешь, почему, да зачем? Скажите, а могу я ответить этому человеку коротенькой записочкой? Вы передадите? Голубушка, Вера Никандровна, ну зачем писать? Память-то у меня не отшибла. Нет. Я повторю, что вы накажете слово в слово. Нет, нет, ну просто несколько строчек, просто поблагодарить. Да ну уж пиши, ждать-то мне не очень. Я сейчас, сейчас. Вот. Передайте это Рогозину. Сами, голубушка, передавайте, коли более моего знаете. А я не больше вашего знаю. Я просто слышала, есть такой человек и думала, он прислал мне это письмо. А думки твои бессмысленные и ни к чему. Делай-ка лучше, что он там наказал. Кто он? Ну, про что он распорядился. Старик шагнул к столу и взял письмо. Что вы делаете? Это нельзя. Это моё, отдайте. Прочитала, прочитала. Запомнила, запомнила. Баста. Старик чиркнул спичку, зажёг письмо и спокойно дождался, пока пламя сникло и пропало. Он взял в пригоршню пепел и растёр ладонями. Ну, давай, что ли, своей писурку-то. Вот. Вера Никандровна отдала ему записку, а затем достала из шкафчика бутылку и наполнила стаканчик. А себе? За сына, что ли, за твоего? Ты знаешь его? Вишнёвка? Сливянка. Так знаешь моего Кирилла? Ну, прямо престольный, ей-богу. Сынка-то с лица-то он в тебя. Похож. Где ты его видел? Когда? Ну, говори, что передать на словах-то. Передай, передай. Я обещаю, что Кирилл не услышит от меня ни слова горечи, не узнает ни об одной моей слезе, потому что теперь я знаю. Он сам выбрал себе дорогу, по которой идёт. Я благословляю его своим материнством. Наступал рассвет. Первые солнечные лучи пробились сквозь щели Сталин. Утренний свет всё пребывал и пребывал неуклонно. И Вера Никандровна поняла, что с этого утра началась для неё новая жизнь. Она открыла ставни окон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok